Украина подписала договор о сотрудничестве в сфере безопасности с Данией. После встречи с премьер-министром Мэттом Фредериксон президент Украины Владимир Зеленский заявил, соглашение предполагает комплексную оборонную и политическую поддержку Киева, а также дипломатическое взаимодействие на пути европейской и евроатлантической интеграции. Стороны договорились о проведении форума оборонных индустрий, модернизации вооружений. Один из совместных приоритетов, подчеркнул глава государства. Как Киев вместе с союзниками выстраивает новую архитектуру безопасности? В нашем материале далее. 16 февраля 2024. Париж. Президенты Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон подписывают соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Францией. Помощь в развитии украинской армии, сотрудничество в оборонной промышленности, санкционной политике в отношении России, создание компенсационного механизма возмещения ущерба, нанесенного российской агрессией, поддержка демократических реформ и главное действие сторон в случае повторного нападения России на Украину. Все это пункты согласованного документа. Эта поддержка будет так же сильна, как и в начале. И она будет только усиливаться. Именно в этом духе мы подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Франция хочет и дальше оказывать поддержку Украине в плане поставки военной техники, в плане кооперации нашей оборонной промышленности, в плане обучения, разведки, помощи гражданскому сектору. Мы готовы усилить и нашу оборонно-промышленную базу, и технологическую базу в пользу европейской обороны. В 2024 году Франция предоставит Украине дополнительную помощь на сумму до 3 миллиардов евро. Речь о вооружении и военной технике. Франция нам очень интересна в том контексте, что это наибольший производитель оружия в Европейском Союзе. И это системообразующая страна для строительства, архитектуры европейской безопасности, а именно создание армии Европейского Союза, про что уже не один раз говорится на самом высшем уровне. И про это говорил сам непосредственно Макрон. Соглашение Украины и Франции будет действовать 10 лет с даты подписания или же до вступления Украины в Североатлантический Альянс, как и договор с Германией. Документ о гарантиях безопасности Киев и Берлин также заключили 16 февраля. Германия пообещала оказывать содействие в восстановлении Украины, ее европейской интеграции и привлечении России к ответственности за агрессию и военные преступления. Будет абсолютно рационально. В соглашении абсолютно рационально прописаны пункты об ответственности России и всех российских военных преступлений против Украины и против украинского народа. В соглашении также принципиально определены позиции санкций против России, российских активов, замороженных в различных юрисдикциях. Каждый такой актив государства-террориста должен быть конфискован и направлен на защиту от агрессии России, на восстановление после российского террора. Помимо обязательства в 2024 году предоставить Украине военную помощь на 7 миллиардов 100 миллионов евро, Германия обязалась и в дальнейшем проводить учения для украинских военных. Германия там в свою очередь делает ставку, например, на подготовку украинских военных, поскольку у них есть полигоны и они уже достаточно активно принимают в этом участие. У них есть там инструктора, которые этим занимаются и опять-таки для них украинские воины важны и, скажем так, необходимы, с одной стороны, как с точки зрения передачи им того опыта, который на уровне НАТО, но с другой стороны и обмена опытом, получение неоцененного опыта от нас. Великобритания первой заключила соглашение о гарантиях безопасности с Украиной. Подписание договора стало историческим событием и в некоторой степени задало тренд для других союзников. 12 января 2024 года Киев и Лондон изложили на бумаге, какую помощь Соединенное Королевство оказывает и будет оказывать Украине не только в контексте оборонной поддержки, но и в борьбе с информационными угрозами, в медподготовке и протезировании, а также в сфере морской безопасности. Отдельное внимание уделили воинам, которые Россия предположительно может развязать в будущем. В случае, если Россия снова нападет, мы предоставим ту поддержку, которая нужна Украине. Быструю и надежную поддержку по безопасности, современное вооружение для защиты на земле, на море и в небе, экономическую поддержку, а также введем санкции, которые будут иметь цену для России. В этом отношении есть четкое и важное обязательство. Соглашение с Нидерландами на финальной стадии подготовки. Киев и Амстердам согласовали доработанный проект документа еще в начале февраля. Проект соглашения о гарантиях безопасности разрабатывают Соединенные Штаты Америки. На дипломатической финишной прямой Норвегия. Скандинавские страны также будут подписывать соглашение индивидуально в течение определенного периода времени. Цель заключить соглашение, которое подтвердит поддержку Норвегии независимости Украины и ее право на самозащиту. Для подписания соглашения между Норвегией и Украиной нужно еще несколько недель. Йонас Гарстера, премьер-министр Норвегии в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности. В июле 2023 на саммите в Вильнюсе главы Евросовета и Еврокомиссии, а также представители стран Большой Семерки согласовали инициативу совместной декларации о поддержке Украины. Государство, присоединившееся к ней, не ищет альтернативу вступлению Украины в НАТО, а только инструмент, который может гарантировать стране поддержку на ее пути к интеграции в Альянс. Подписание этих соглашений является промежуточным этапом к нашей главной гарантии безопасности – полноправному членству в НАТО. Поэтому все эти соглашения подразумевают, в частности, поддержку будущего членства Украины в ЕС и стремление стать членом НАТО. Андрей Ермак, руководитель Офиса президента Украины, в эфире марафона «Едыни новыны». В общей сложности Украина может заключить двусторонние договоры в сфере безопасности с более чем 30 странами-партнерами. Все они присоединились к инициативе G7. Помимо названных ранее государств среди подписантов совместной декларации – Япония, страны Балтии и еще полтора десятка европейских государств. Валерия Никипелова для телеканала «Фридам». И сразу переходим к обсуждению этой темы. У меня первый вопрос к вам, Олег, как раз. Знаете, наблюдая и смотря вот этот материал, флешбеки такие за все эти два года проскальзывают, и возникает вопрос, а неужто Путин и военное командование, перед тем, как дать указ о полномосштабном дотражении Российской Федерации в Украину, они не могли даже подумать о том, что сценарий будет развиваться именно так. И мы сегодня, в этот день, видим очень много лидеров, практически всех лидеров Европейского Союза именно в Киеве, именно в Гастомеле, куда российский десант так по факту и не долетел. Долетел, но не вернулся домой. Да, а в результате мы видим европейский десант. На самом деле, я думаю, что мало кто действительно мог предположить, что ситуации будут развиваться именно таким образом. И траектория, по которой пошла Российско-Украинская война, она, конечно же, множество раз удивляла мир, удивляла и украинцев, и я уверен, что ставала поводом для очередного не чокаясь в России, поскольку они как раз просчитались во всем. Конечно, рационально с самого начала было понятно, что российская компания крайне самонадеяна. И еще перед российским полномасштабным вторжением уже за несколько месяцев приблизительно было ощущение в воздухе, что она может произойти. И чем дальше приближалась дата, тем было больше понимания, что Россия действительно готовится к полномасштабному вторжению. Но при этом любой рациональный анализ показывал, что ну как? Они же не потянут эту компанию, они же не могут. Они могут вступить в войну, которую у них нет никаких шансов выиграть. Конечно же, для Украины мы видим это кровавой и самой большой ценой, которой только возможно оплачивается сейчас наше будущее. Но тем не менее, мы видим, что Россия действительно просчиталась. Почему так? Потому что ключевой момент, в котором Россия ошибалась, это возможность поднимать ставки бесконечно. Россия все годы при Путине играла на слабо. Поднимала ставки и ждала, что оппоненты первыми моргнут. И практически всегда это удавалось. Ведь действительно, они сидели с Западом за столом, и Европа, и Соединенные Штаты не имели той решимости, и их болевой порог был значительно ниже, нежели у России. Россиянам еще не больно. Путин еще мог идти и не сворачивать. А на Западе демократия уже ощущала себя дискомфортно, уже изменялись настроения, и уже европейские политики понимали, что да. Легче закрыть глаза на Грузию. Легче не заметить Алеппо. По Приднестровью можно сделать вид, что, ну, может быть, действительно на развале Советского Союза там что-то неоднозначно. Карабах и другие ситуации. В них Путин за счет поднятия ставок и болевого порога мог, блефуя, вытянуть ситуацию и зафиксировать ее победой. В Украине же столкнулся Путин с самым страшным в его жизни, мне кажется, явлением, что у украинцев болевой порог еще выше, нежели у россиян. Он рассчитывал воевать с украинским государством. Будем честными, наши институции достаточно своеобразные и явно слабее, чем бы мы хотели. Наш государственный аппарат во многом еще не вышел из советских лекал, и мы еще идем к той Украине, которой мы хотим видеть демократическую и правовую прежде всего. Но при этом украинское общество, оно в очередной раз встало и закрыло свои грудью, своими плечами и своими жизнями украинское государство. И это то, чего не могла понять Россия. Они все время смотрели на Украину российскими глазами. Для них мы действительно, это какие-то такие же приблизительно, как и в России, но чуть-чуть другие. Что-то там, как Путин, это было мемом и шуткой, но когда это прозвучало из уст Путина, то стало понятно, что настолько уже экзальтирована ситуация внутри Кремля, что ими правят даже не мифы, ими правят анекдоты, когда он сказал про австрийский генштаб. И в российском дискурсе украинцы такие же, как россияне, только вот их испортили поляки, австрияки, еще кто-то там, но они же практически. И тут они просчитались. Оказалось, что уже болевой порог у нас значительно выше, и Украина смогла быть тем оппонентом, который сидит напротив и не моргает. И вот тут вот все пошло не так. Я уверен, что Россия действительно рассчитывала на специальную военную операцию. Действительно рассчитывала на блицкрик, действительно думала, что на Западе не будет объединения, а что украинцы поднимут лапки вверх. Все пошло не так. И та траектория, по которой сейчас движется Россия, она ведет ее к катастрофе. К сожалению, ценой жизни украинцев. К сожалению, это так в очередной раз в истории. Но это не наш выбор был. Наш выбор сохраниться, наш выбор бороться. И это то, действительно, где мы сказали свое слово. Но начать эту войну 10 лет назад это был выбор Путина. Два года назад это уже был выбор всего российского общества, которое поддержало эту кампанию. Да, ну что же говорить, если даже сам Песков на днях сказал, пресс-корритерия Путина, что начинали войну с Украиной, это так сказалось под операцию, а сейчас ведут ее со всем западом. И что на сегодня имеем? Мы имеем... Никто же, наверное, и не думал так же в Кремле о том, что у нас будут соглашения о безопасности с каждой из стран-партнеров. Вспоминаем те же меморандум Будапештские. Не сравни ему те соглашения, которые имеем сейчас. Великобритания, Германия, Франция и сейчас Дания. Это страна, не являющаяся членом группы семьи. Первая такая страна, которая с нами подписала соглашение. Хотелось бы понять, в чем разница между этими соглашениями, в чем их важность, плюсы, минусы. Ну и, конечно же, должны ли эти соглашения, эти договора различаться между собой? У нас еще впереди, конечно же, много стран, которые с нами подпишут подобные соглашения. Но вот важно понимать, над чем отличаются эти соглашения сейчас между странами. Давайте начнем вот с Игоря. Ну смотрите, там на самом деле есть в каждом документе определенная преамбула, которая одинакова для всех. Понятно, что там речь идет о международных договорах, которые имеют отношение непосредственно к Украине, о том, что признание территориальной целостности, суверенитета и массы других каких-то вещей. Я думаю, что вот эти блоки в каждом договоре, они по большому счету будут похожи и особо сильно отличаться не будут. Дальше, конечно, есть определенные нюансы, но эти нюансы зависят исключительно от возможностей каждой отдельно взятой страны. В чем эта страна, давайте так скажем, сильна? Вот, например, в Великобритании, понятно, военно-морской флот, например, разведка, какие-то там силы специальных операций, морская пехота и так далее, они могут здесь предоставить Украине гораздо больше помощи, гораздо больше каких-то сведений и могут заняться этими вопросами. Франция — это, допустим, там тоже подготовка наших воинов, там танкистов в том числе, или, допустим, там артиллерия, какие-то другие вещи и так далее. Поэтому здесь, с одной стороны, военно-техническая составляющая зависит от возможности каждой отдельно взятой страны. И тут будут определенные нюансы, но для нас это на самом деле даже какой-то в мире, наверное, большой плюс. Почему? Потому что, понимая общую картину, что это будет, как вы правильно сказали, больше трех десятков стран, мы, по сути, можем закрыть все важные моменты с точки зрения дальнейшей модернизации наших вооруженных сил. Ну, мы понимаем один очень важный аспект, что когда война закончится, победа Украины, мы все равно вынуждены будем достаточно долгий период времени, это года, возможно, даже десятилетия, содержать большую, хорошо вооруженную профессиональную армию. Потому что Россия, ну никуда она, к сожалению, от наших границ в ближайшие десятилетия тоже не денется. И я не верю там в какую-то демократию, что там поменяется режим, и этот режим будет абсолютно миролюбив по отношению ко всем своим соседям, в первую очередь к Украине. Поэтому нам надо будет большая армия, и вот такие договора позволят нам ее модернизацию продолжать, ее содержать, ее укреплять и так далее. Дальше идут моменты уже чисто экономического плана. Опять-таки, каждая страна, она имеет какие-то свои возможности, и она их предоставляет. Вот Дания, несмотря на то, что не относится к категории таких больших стран, но они почти 2 миллиарда выделяют Украине, это большие деньги по нынешним временам. Они готовы передать Украине, например, всю свою артиллерию, они готовы запустить какие-то дополнительные проекты, например, по разминированию, выполнению каких-то гуманитарных задач и так далее. И в этом контексте надо просто понимать, что каждое соглашение уникально в какой-то мере, и нам не надо их всех подводить под какую-то одну гребенку. Даже Венгрия, которая занимает достаточно специфическую, я мягко скажу, позицию по отношению к Украине, и то она иногда недавно заявила, что мы присоединимся к коалиции, которая будет иметь отношение к разминированию. То есть мы там что-то предоставим. Они смотрят на это с гуманитарной точки зрения, но они понимают, что им тоже надо хоть как-то сесть в этот поезд, чтобы в будущем это им зачлось, когда будет формироваться новая архитектура глобальной безопасности. И они смогут сказать, что мы тоже были на стороне добра, мы тоже как бы приложили руку к помощи Украине. И вот будем смотреть дальше просто, что каждая страна предложит, и надеяться, что это будет процесс достаточно быстрый, чтобы мы его где-то, ну как минимум в этом году закончили, и могли говорить тогда уже о каком-то более глобальном договоре. Договоре о окончании войны, о мире и о гарантиях, которые получит Украина в соответствии с этим договором. Я тут с вами согласен, потому что даже сам факт диалога с Ярта, с Орбаном, с украинской властью, это уже такая легкая пощечина Путину, в силу того, что все мы знаем, какая у Орбана позиция прагматическая, возможно, где-то политически мотивированная и так далее. Валентин, вопрос к вам по факту, я продолжение добавлю, что Наталья уже спросила у Игоря. Я лишь добавлю, вот мы видим, что Европейский Союз и партнеры Украины, они своими договорами, они своей помощью готовы помогать в долгую. А готов ли Путин воевать в долгую и по факту, видя всю эту поддержку, как-то менять свою стратегию внутри Российской Федерации по отношению к так называемой СВО? Не готов. То есть он уже попал в колею, которая, ну, конечная станция, уже известна этого маршрута. Ну, просто неизвестно, сколько времени заберет движение по этому маршруту. То есть все достаточно лаконично и прозаично. Вот я просто вспоминаю, мы буквально в этой же самой студии, там, 22-го, наверное, или 21-го февраля вели дискуссию, да. Вы, кстати, на этом же месте были. Ну, если мне не изменяет память, я, наверное, был вот там, на том месте. Ну, это может, могу ошибаться. То уже мелочи, да. Да, и тогда, то есть, ну, я придерживался того взгляда, что вероятность полномасштабного вторжения является достаточно низкой. Почему? Ну, потому что я руководствовался как раз рациональными аргументами. И как раз для меня не стало неожиданностью все то, что произошло после начала полномасштабного вторжения. То есть там, где Путин думал, что сопротивления не будет, я был уверен, что сопротивления будет. Там, где Путин думал, что поддержки не будет, я был уверен, что поддержка будет. Там, где Путин был уверен, что не будет санкций, я был уверен, что санкции и будут. Причем, ну, как бы-то до полномасштабного вторжения. И, соответственно, там, где он был уверен, что негативных последствий этого шага для него не будет, ну, я думал, что... Я был уверен, что негативные последствия такого шага для него будут. И именно осознавая все эти негативные последствия, гипотетически, склонен был думать, что человек при здоровом сознании такие самоубийственные шаги делать не будет. Но тем не менее он эти шаги сделал. И, соответственно, возникает вопрос. Либо он действительно иррациональное существо, либо он руководствовался какими-то другими аргументами. Ну, может быть, во мне говорит, знаете, стремление, влияние просвещения, модерна и рационализма. Но я склонен все равно искать какие-то рациональные основания поведения. И я их нахожу. То есть Путин этой войной, по сути, сделал себя безальтернативным правителем Российской Федерации. Он, по сути, минимизировал какие-либо внешние факторы влияния на внутреннюю политическую ситуацию в России. То есть там, где мы видим, что российское государство проигрывает, там, где мы видим, что российский народ проигрывает, ну, они несут так же самую тяжесть определенную этих всех событий. Вот просто мы воспринимаем их как целое. Понятно, если там они кизяками где-то топят печи до сих пор, то там как бы особо они не заметили ухода с российского рынка Макдональдса, да, там, либо каких-то других корпораций. Но для него лично и для его окружения, ну, по большому счету, ну, а что изменилось? То есть он еще больше имеет власти. То есть он еще меньше ограничен какими-то нормативными условностями, да. То есть, по сути, на сегодняшний день такое понятие, как судопроизводство в России полностью отсутствует. Даже если посмотреть на эту историю с Навальным. То есть мы же понимаем, что, грубо говоря, в контексте нынешней ситуации там смерть Навального воспринимается уже, знаете, как, ну, просто еще один досадный казус. То есть хотя и вне этого контекста, естественно, это бы совсем другая была бы реакция. И в принципе, в принципе, то есть как бы, ну, дальше продолжают выкручивать руки, грубо говоря, да. Продолжают сеять хаос. И вопрос не в том, готов ли он. Он готов, у него альтернативы нет. Он как велосипедная экономика. Он сел на велосипед, пока педали крутит, едет. Престанет крутить педали, упадет. Вопрос состоит в том, велосипед может столько ехать. А вот к этому моменту как раз вы и подвели. Я склонен, знаете, вот в контексте сегодняшнего события, да, когда там, грубо говоря, металлурги Мариуполя передали привет металлургам Липецка. Ну, на самом деле, я имею в виду эту успешную операцию, которую служба безопасности Украины вместе с ГУР, ну, провела. В результате чего выведен из рабочего состояния металлургический комбинат. Один из крупнейших в России, который как раз и производит металл и стратегическое сырье для российской оборонной промышленности. Могли ли мы представить это 22 февраля 22 года или 24? Ну, тем не менее, как по мне, это абсолютно логическое и закономерное развитие процесса. И возвращаясь, как бы, к той теме, которую мы тогда обговаривали, помните? Да. Я думаю, что не хочу показаться сексистом, но мне кажется, что в состоянии этой, ну, уже, наверное, не очень красавицы, да, опять же, не хочу выдаться лукистом. Но мне кажется, что, как бы, Путин будет бороться до конца. То есть до его конца. А вопрос состоит в том, то есть, что все эти документы, которые мы подписываем, это инструменты, акселератор, который этот конец приближает. Приближает. Но там есть огромная часть тех усилий, которые придется нам прикладывать достаточно долго. И вот тут как раз в ходе вашей мысли два аспекта к вам, Дмитрий, касательно того, на что рассчитывал Путин. Политическая военная поддержка, может, он как раз рассчитывал на ту же Беларусь, да, тут абсолютно плацдармте, пожалуйста, и политическая поддержка, в том числе и сейчас. Военная помощь КНДР и политическая поддержка того же Китая, да, тут и Венгрия тоже в некую помощь играет Путину. Но рассчитывал ли он на это, как вы считаете? И касательно следующих договоров, на которые рассчитывает Украина, уже говорят о соглашении с Канадой, Италией, Нидерланды. Какие еще ключевые страны, по вашему мнению, должны как можно быстрее подписать с нами договора? Ну, относительно расчетов Путина, я думаю, да, у нас тут у всех рефлексия действительно. Потому что я, кстати, тоже 22 февраля, насколько помню, был вот здесь. Мы тогда задержались, ночью ожидали выхода на пресс-конференцию министра иностранных дел Кулебы, и Блинкина Кулеба как раз был в Америке. И, кстати, вот в тот момент я осознал окончательно, что вторжение будет. Единственное, что я все равно думал, что это будут воздушные удары по всей Украине и наступление только на территории Донбасса. То есть вот так вот. То есть это все равно было, хотя я понимал, что да, будет. Но тут такой момент. Но, знаете, я относительно того, что действительно думает Путин и как они думают, они, вот это вот отношение русского мира вообще к Украине, который не существует, который просто не может быть, вот сейчас очень замечательно проявляется в истории со вчерашним сбитым вторым уже по счету самолетом дальнерадиолокационного обнаружения А-50. Когда вот читаешь российские эти паблики, телеграм-каналы, где никто, все они говорят, а, это работа нашего ПВО, а, это там Запад может быть. Ну вообще работа нашего ПВО, то есть они по-первыхому также говорили. Вот это вот отрицание самой Украины и украинской идентичности, вот оно настолько, да, что вот оно вот такие шоры выставляет, что просто они даже не в состоянии признать. Точно так же, кстати, было после крейсера Москва, после, да, это же британцы потопили, да, там, то есть, ну разве же эти могут. Не признают соперника, да. То есть они, да, они вот просто настолько отрицать украинскую, ну, саму идентичность Украины и то, что право на существование, что, естественно, они не могли, как вот этот Путин, да, поверить в то, что будет сопротивление. То есть, хотя после восьми лет войны на Донбассе, это, ну, это было элементарно, да, то есть было, то есть сделать выводы. Они не в состоянии были сделать эти выводы, то есть потому что по одной простой причине, да, они могут, русские могут быть, там, технарями дипломатии, выучить по десять языков, знать все международное право, знать там какие-то прецеденты, но при этом все равно быть вот такими кондовыми, как Небензия, да, почему? Потому что вот она, эта вот природа. То есть и минутное сотрудничество. Да, значит, ну, тем не менее, кстати, да, знаете, относительно сотрудничества, то, что сказал Песков по поводу того, что вот пришлось воевать со всем Западом, ну, воюют они все равно с Украиной на самом деле, да, то есть помощь, это, кстати, вот из той уже элемента, да, то есть вот они, нам же что, двунадесяти языков до нас пришло, да, то есть как еще при, в 19 веке говорили, то есть, и поэтому Путин, понятное дело, что на самом деле вот этот вот союз с Китаем, с Ираном, это уже последствия и где-то вынужденная вещь, да, то есть поддержка Китайской Народной Республики однозначно была, да, то есть во всяком случае там возражений не было, то есть это, я думаю, это один из тех дипломатических моментов. Почему? Потому что в ментальном плане Китайская Народная Республика точно такая же, как Россия, то есть они считают, что вот есть несколько-то игроков, которые в мире имеют право наводить порядок у себя там на своем дворе каком-то, да, вот, и вот это, так они воспринимают, так они воспринимают тоже как война с Западом. В Беларуси не было, да, выбора, то есть уже все, уже на тот момент уже все было определено, поэтому тут говорить о союзнических отношениях, наверное, отношения сателлита. И, а вот все остальное, это в том числе, кстати, и отношения с Венгрией, которые были, понятно, но вот это вот все уже выстраивание то, которое идет вынужденным путем. Причем, кстати сказать, можно вспомнить, как Иран, который поставлял БПЛА шахет, шарахался от России и долго очень, Россия стала токсичной даже для Ирана. Долго-долго не признавать, что они этот шахет, кстати, так и не признали, да, по сути, что они этот шахет отдали. И вот теперь по поводу системы договоров, я думаю, что да, это, я думаю, что понятно, что она будет продолжаться, развиваться. Я думаю, что очень правильно, вот Игорь сейчас сказал по поводу этой взаимодополняемости, что это пазл. И очень хорошо, что первый договор был с Британией, который поставил высокую планку, и остальные договора уже не могут быть будапештскими меморандумами. Более того, там же шла еще речь шефства Великобритании над отстройкой. Да, над отстройкой, да, и о будущем. Там, кстати, заложен очень классный момент о том, что боеспособность Украины должна быть в будущем такой, чтобы помочь Великобритании, если будет агрессия против нее. Вот это устремленность в будущее. И поэтому я думаю, что мы увидим, ну, ведущие страны, да, это Канада, конечно же, Япония. США. Я думаю, да, ну США про это мы говорили. Япония удивила, кстати. Япония, Япония, да, я думаю, что Япония это тот момент. Ну и нельзя никогда недооценивать вот нашу систему договоров с Балтией и Скандинавией, которая выстраивается. Вот это будущая модель безопасности в Восточной Европе, которая здесь из-за этих договоров вырастает. Я вспоминаю наш с Олегом разговор в эфире года два-три назад, могу ошибаться, и очень классную фразу тогда Олег озвучил, что Путин настолько уже верит в свою пропаганду, что он уже не понимает, где реальность. Это вот как раз реплика на вашу фразу о том, что они не понимали, как эта Украина может давать такое мощное сопротивление, как она может сбивать самолеты и поражать какой-то там завод, да, условно говоря, металлургический. И вот плавно переходя к еще одной важной теме, это как раз контактная группа по обороне Украины, ну или как ее неформально называют, Рамштайн. Так вот, также стоит отметить, что впервые она собралась 26 апреля 2022 года. Тогда партнеры обсудили, как и чем именно они могут помочь Украине, договорились предоставить все необходимое как можно быстрее. По итогам первого Рамштайна было заявлено о выделении на эти цели более 5 миллиардов долларов. Германия заявила о поставках зенитных установок Гепард. Ну а дальше больше. Только за 2022 год участники группы по обороне Украины собирались на переговоры 7 раз. Итогом каждой встречи были конкретные решения. Танки, вертолеты, снаряды. Ну и результатом третьей встречи в июне 2022 года стало заявление о постепенном переходе украинских сил обороны на вооружение НАТО. Поставках дальнобойных реактивных систем залпового огня М270Х, МРС-2, ракеты Бримстоун. Ну а осенью 2022 года по итогам встреч объявили о поставках ЗРК на САМС, системы Волхаук и ИРИС-Т. Ну и в 2023 году представители стран, помогающих Украине оружием, собирались уже 9 раз. Партнеры впервые подтвердили, что США, Германия и Нидерланды передут зенитно-ракетные комплексы Патриот. Заговорили о передаче танков Абрамс, Леопард-2, причем модифицированная версия ЗРК САМТИ. На встрече в апреле окончательно сформировалась танковая коалиция. На встрече Рамштайн в мае 2023 объявили о создании коалиции истребителей, которую возглавили Дания и Нидерланды. Ну а на последней в 2023 году встречи в ноябре сформировали коалицию наземных средств ПВО. Возглавили ее Германия и Франция. Начиная с сентября прошлого года контактная группа по обороне Украины фактически перешла к формату Рамштайн 2.0. Это означало переход от обеспечения неотложных потребностей Украины к более системной, плановой и долгосрочной работе. На сегодня создано несколько коалиций, в том числе авиационная, танковая, артиллерийская, IT-коалиция и коалиция морской безопасности. И знаете, как раз в преддверии этого дня по социальным сетям гуляло видео, где Абрамс работает на Авдеевском направлении. Если не ошибаюсь, одно из первых верифицированных таких видео, где очень четко приехал, отработал, уехал. Это тоже говорит о модификации украинского воина в целом, не только как образа, но и фактический переход на НАТО. Это еще одна пощечина, я очень люблю это выражение, пощечина Путину. Не фактическая, да, а вот теоретическая и за счет этого Рамштайна. Достаточно ли и могут ли еще больше на Рамштайне в целом и в подобных форматах предоставлять Украине военной помощи? Олег. Ну, собственно, твоя фраза по поводу пощечина очередная, она тогда объясняет ботоксность Путина. Там необходимо его все больше и больше. Я не хотел это продолжать, это зовет очень много времени. Ну, их будет прилетать ему еще. И на самом деле Рамштайн, помимо вооружения и, собственно, справедливо сказано, во многом является вообще ноу-хау 21 века. В каком плане? Существующая архитектура обеспечения коллективной безопасности, она оказалась родом с 20-го столетия и очень неповоротливой. Часто податливой к блокированию, например, голосом одной из стран. Очень сложной бюрократически в принятии решений в реализации внутри себя. Не адаптивной в сборе потребностей и адаптации к этим потребностям. Например, танки есть в одной стране, запчасти в другой, специалисты в третьей. Дания и договор об сотрудничестве и гарантиях военного сотрудничества с Украиной, он еще важен. И почему Дания сейчас, и почему Дания, несмотря на то, что она не в G7. Дания — это ключевая база по обслуживанию F-16 в Европе. Это страна, которая обслуживает все F-16, которые находятся в Европе. И поэтому очень важно сейчас был этот договор в частности с тем, что именно Дания помогает нам и в отстраивании инфраструктуры для того, чтобы Украина могла использовать F-16. И более того, дальше их необходимо обслуживать не просто полевое обслуживание, а техническое, глубокое. Это все будет происходить, понятное дело, где. Соответственно, вот эта профилизация, ее не могли обеспечить ни существующие структуры НАТО, ни существующие структуры ЕСовские, ни какие-либо другие. И было создано ad hoc формат, который по духу и по механизмам соответствует вызовам сегодняшнего дня. По сути, это такой себе формат рабочего селектора, в котором собираются и к нему готовят, собирают данные, собирают возможности, формируют повестку. А когда встретились, расписали, так, с вас здесь и танков, с вас обслуживание для них, от вас логистика их доставить. У вас артиллерия, здесь есть снаряды, у вас есть снаряды, но нет парохов для обслуживания. Давайте кооперация и оперативно, и это вышло за рамки даже Европы, и вышло за рамки даже стран НАТО. На сегодняшний день это формат, который в себе аккумулирует, скажем так, ту часть мира, которая называет себя цивилизованной, и та, для которой демократия не является пустым звуком. И это позволяет еще и проявлять разный уровень решимости разным странам. Каждая из них включается в той мере, в которой она действительно готова. Это формат без иллюзий, без каких-то формализированных, завышенных ожиданий. И, собственно, он уже является кирпичиком будущей системы коллективной безопасности и архитектуры. Вполне вероятно, он изменится. Но принципы, проявленные там в механизме, они уже ляжут в основу. Точно так же, как и договора о безопасности, об сотрудничестве в сфере безопасности, они уже являются элементом вот этого завтрашнего дня, который нам необходим не только Украине, но и Западу, но и миру в целом, в том, какими могут быть эффективные договора о сотрудничестве и союзничестве в 21 веке. Ведь все прекрасно понимают, что демократии слабы в себе процедурно, в том, что завтра электоральная ситуация может поменяться. Свобода слова, ей можно манипулировать под личиной. Свобода слова, использовать свободу лжи, что делают российские медиа. Могут быть радикальные настроения и другие меньшины. Все это может влиять, и, соответственно, союзнические договора а-ля Ялтинско-Поздамский мир, либо Первая, Вторая мировая, либо до того, они в сегодняшнем дне уже нефункциональны. Их легко саботировать. И Будапештский меморандум был настолько слабым, не только потому, что он изначально прописывался как документ достаточно слабой юридической силы, но я уверен, что он себя проявил даже слабее, нежели это предполагалось и теми, кто подписывал как гаранты. Ввиду того, что мир на сегодня очень изменился. Ну и сейчас идет как раз речь о том, что по факту и идет реформа такая себе, реформа под современный вид войны, которую ведет Российская Федерация. Да, и средств, к сожалению, не у всех хватает. Тоже премьер-министр Даня Мэтта Фредериксон напомнила, что F-16 появится. Очень надеется на то, что F-16 в украинском небе появится именно к лету. И также в прессе появлялась информация об американских атакам, именно дальней ракеты. Сейчас мы получали от американцев именно средней дальности атакам и о Таурусах заговорили. Это то, что ключевые моменты, которые не хватает нам сейчас на фронте. Вот давайте, Игорь, к вам вопрос. Как вы считаете, как быстро этот вопрос решится? В Пентагоне ответили, что атакам, конечно же, пеняют на Конгресс касательно Тауруса. Вот эти ключевые, важные для нас вопросы, которые нужны на фронте. Как долго и что этому мешает? По вашему мнению, больше политики, экономики, действительно нехватки самих припасов? Ну, в первую очередь, там больше политики. Если мы смотрим на Соединенные Штаты, даже на ту Германию, потому что в Германии, например, решение Бундестага по поводу передачи Таурусов не нужно. Они могут формально там что-то сделать, но это будет как просто такой дополнительный элемент легитимации. Там решение принимает исполнительная власть. То есть канцлер должен заявить о том, что мы передаем. Мы видели последнее решение. Оно такое, знаете, которое позволяет политически сохранить лицо, наверное, Шольцу. И, в принципе, Таурусов передать Украине, закрыть этот вопрос. Тем более, что Украина всегда брала на себя определенные обязательства, если это было важно для наших партнеров, не использовать это оружие непосредственно на территории, законно признанной в мировом масштабе территории Российской Федерации. А только исключительно по временно оккупированным территориям, которые Россия там сейчас контролирует. Поэтому здесь как бы особых проблем не должно быть. С Атакамсом, кстати, такая же самая история. Пентагон может это решение, и президент Соединенных Штатов могут принять без какого-либо согласия Конгресса, как они это делали в предыдущий раз, передавая определенное количество этих ракет. Ну, сейчас говорить не хватает финансирования. Ну, финансирование нам на передачу. Но, опять-таки, давайте не будем забывать, что у Пентагона есть 5 миллиардов, но уже чуть-чуть меньше. Они 400 миллионов уже потратили. 5 миллиардов денег, которые они могут использовать без каких-либо согласований с Конгрессом, либо с Сенатом. То есть они могут просто использовать их на то, на что они считают нужным. Они 400 миллионов потратили, кстати, на подготовку украинских солдат в определенной мере. Оплачивала, причем там такая интересная система, оплачивала командование в Азии, командование в Европе. То есть у них есть механизмы, которые абсолютно законные, и они могут это делать. То есть вопрос, опять-таки, в политической воле. То есть Байден должен сказать генералам своим, что давайте Украине пару сотен ракет еще передадим, сделаем это открыто, не открыто. Лучше, кстати, это сделать, мне кажется, в закрытом режиме, а сообщить о передаче, когда россияне утром проснутся, и у них там будет 20 заводов гореть, 20 еще каких-то этих складов с Б-комплектом куда-то взлетит в воздухе. Так же с леопардами произошло. Да, вот как это было, например, с танками и так далее. История, в принципе, с теми же F-16 тоже очень похожа. Есть возможности, нет вопроса денег. Как бы там некоторые европейские политики не говорили, что у нас не хватает каких-то где-то средств, это средства несопоставимы с тем, что они могут в будущем потерять, если они этого сделают не сейчас, не сделают этого сейчас. Почему? Потому что тут есть один очень важный нюанс. Украина, конечно, нуждается в этой помощи. Мы всегда про это откровенно говорили, и мы не боимся про это говорить. Да, эта помощь нам нужна. Но объективно большинство европейских стран, точнее все практически европейские страны, сейчас заинтересованы в максимальной поддержке Украины. Потому что сегодня утром выходит свежий выпуск The Economist, на котором название заглавной статьи. Европа готова вообще? И там Путин стоит с биноклем, который смотрит как бы на Европу. Так ответ простой. Она не готова. И возможность подготовиться им на сегодняшний день дает Украина. Поэтому позиция, вот еще раз вернемся к той же Дании, она абсолютно правильна. Выгребайте все, что можете, давайте Украине. Украина выиграет время и для себя, и для Европы. Или вообще сделай так, что это, знаете, время че для Европы не настанет. И Техии в том числе, если вспомнить тоже заявление Петра Павла, президента. Мы видим, как сейчас Европа сплочается. Дмитрий, что нам не хватает и как это сделать как можно быстрее? Ну, тут чего не хватает? Можно долго перечислять туда, начиная от номенклатуры боеприпасов и заканчивая в политическом плане. То есть всего не хватает, если так говорить, если разбираться. То в политическом плане, конечно же, вот именно не хватает политической воли. В том числе и, понятно, относительно вот этого политического процесса, который идет в Соединенных Штатах, мы вообще живем в уникальное время. То есть такого не было никогда. Да, то есть, да, конечно, был всегда американский изоляционизм, были подобные какие-то ситуации, но вот такого, вот прямо так, да, такого никогда не было, что тем не менее, я думаю, что ситуация не настолько она драматическая и уж там тем более трагическая. Почему? Потому что на самом деле механизмы в Палате представителей для голосования тоже есть. Там есть один из механизмов, который предусматривает, что любой член регламентного комитета Палаты представителей может, если закон не был выставлен на обсуждение, может начать сбор подписей, и будет, когда 50% плюс один членов Палаты представителей, то тогда уже никуда не денется уже глава Палаты. Тем не менее, то есть, поэтому и, в общем-то, я думаю, что и Байден об этом говорил, он был уверен в том, что хватает голосов. Поэтому я думаю, что те вещи, которых нам не хватает, это, в общем-то, они во многом зависят и не от нас. То есть Украина делает все возможное. Максимально, да. И видим, действительно, как Европа совплатилась. И даже тот же ленд-лиз, если Байден захочет, может подписать, продлить его и воспользоваться в обход того же Конгресса. Валентин, так ли это или нет? Ну, с ленд-лизом все намного более сложно. То есть, как бы, ну, просто когда, во-первых, это соглашение о ленд-лизе готовилось еще до начала полномасштабного вторжения. И должно было сыграть свою разную превентивную функцию. Ну, опять же, просто показать, что, смотрите, лучше не надо. Ну, то есть, как бы, наполнить его реальным каким-то содержанием, опять же, это требовало, ну, время и усилий. Ну, это, как бы, просто мало. Это, грубо говоря, рамковое соглашение. Ну, более того, если мы посмотрим даже ленд-лиз классический, да, который исторически имел место быть, ну, то хорошо выглядит постфактум. А на практике точно так же. От процесса принятия решения до процесса передачи соответствующих там материально-технических ценностей прошло достаточно много времени. То есть, это нужно, ну, трезво просто смотреть на вещи. Поэтому, ну, как по мне, то те инструменты и механизмы, которые используются сейчас, они позволяют решать эти задачи более оперативно. Это то, о чем сказал Олег. Да, то есть, что та система, которая была создана, она была создана в других условиях. И в нынешних условиях оказалась слишком громоздкой и практически невозможной к использованию. Это нужно так же, ну, давать трезво себе отчет. Ну, и что тут можно еще сказать в таком плане? Я не согласен с тем тезисом о том, что, ну, все упирается только в политическую волю. Я как раз склонен думать, что политической воли, в принципе, достаточно. Все упирается еще во многие другие побочные вопросы. Интересы, возможности. То есть, как бы, вы же понимаете, что там, например, даже если бы снаряды росли на деревьях, ну, то все равно зависит от количества деревьев, да? То есть, деревья нужно сажать, нужно поливать, нужно собирать урожай. А снаряды на деревьях не растут, как мы знаем. А F-16 тем более не растут. То есть, соответственно, как бы нужно увеличивать производство. Ну, увеличивать производство, мы же понимаем, что это там открыть не сапожническую мастерскую, да? Ну, мы же видим, как рынок. То есть, это огромные инвестиции. Инвестиции преимущественно это кредит. Ну, кредит надо возвращать. Соответственно, нужно понимать о том, что это достаточно долговременный может быть процесс. То есть, все это считается, и огромная есть инерция. Ну, любые инвестиции связаны с рисками. Всегда. То есть, нужно понимать, что есть исключительно политический трек, который играют политики. Есть трек международно-политический. Ну, то есть, там, где в действительности становится меньше национальной политики, становится больше прагматических национальных интересов, которые преимущественно сформируют правительственные структуры. Нужно это понимать. И есть третий трек. Это трек исключительно экономический, если так можно сказать. То есть, возможностей, да? То есть, технологических, финансовых, даже трудовых ресурсов. Поэтому, ну, это очень, ну, не все, что не происходит так, как мы хотели бы, что оно происходило, не всегда потому, что кто-то не хочет. Иногда в действительности есть сложности объективного характера. Еще же важно учитывать прагматичность того или иного лидера, который также пытается делать все в своих интересах. Я лишь напомню ситуацию короткую. Леопарды, где ремонтировать? В Польшу или в Германию возвращать? Вы помните, да? Еще к одной теме давайте перейдем. Очень мало времени для эфира. 14 декабря 2023 года Брюссель объявила о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС, но путь к евроинтеграции начался задолго до этого. В 14-м Брюссель подписал с Киевом соглашение об ассоциации, а в 16-м Украина присоединилась к углубленной и всеобъемлюющей зоне свободной торговли. В 17-м году украинцы получили возможность безвизового въезда в страны шенгенской зоны, а в 22-м Украина стала кандидатом в члены ЕС. Главные вехи на пути Украины в Евросоюз далее в нашем материале. Евроинтеграция – цель, которой Украина идет десятилетия. Евромайдан не был началом этого пути. Он стал точкой невозврата. Невозврата к империи и диктатуре. И декларации приоритета европейских ценностей для украинского общества. Реакцией России стала незаконная аннексия Крыма в 2014-м и оккупация отдельных районов Донецкой и Уганской областей. А потом и полномасштабное вторжение российских войск в Украину. Всего через несколько дней после его начала, 28 февраля 2022 года, президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе. Мы ждали этого 30 лет. Сегодня я подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе. Мы завоевали свое право быть вместе со всеми в Европе. Заявка уже доставлена в Брюссель и официально зарегистрирована. Время наступило. Второй процедурный шаг – рассмотрение заявки Украины Европейским Советом на саммите в марте. По его результатам главы государств и правительств стран-членов ЕС признали европейские стремления Киева и поручили Еврокомиссии оценить соответствие украинского законодательства актом права Евросоюза для получения статуса кандидата на вступление. С этой целью комиссия послала правительству опросники, которые украинская сторона заполнила. Статус кандидата в члены ЕС Украина получила в рекордные сроки – уже в июне 2022-го, а вместе с ним и семь требований, по итогам выполнения которых и будет принято решение о переговорах. Для нас это событие фундаментального плана, потому что мы наконец-то получили долгожданную перспективу членства, чего Европейский Союз всегда избегал, опять же, исходя из геополитических соображений и страха перед российским фактором влияния. Сейчас это окно открыто. Во-вторых, для нас это реальная возможность провести все критические реформы. В ноябре 2023 года Еврокомиссия оценила выполнение Украины реформ в 90% и рекомендовала Евросовету проголосовать за начало переговоров о вступлении в ЕС. 14 декабря 2023 Европейский Совет решил начать переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз. Это исторический момент, и он показывает авторитет Европейского Союза, силу Европейского Союза. Решение принято. Мы открываем переговоры с Украиной и с Молдовой. Мы даем статус Грузии. А с Боснией и Герцеговиной мы намерены начать переговоры. В марте будет выпущен отчет, на основе которого мы примем решение. Это действительно важно. Мы хотим поддержать Украину. Это очень мощный политический сигнал. Это очень мощное политическое решение. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, уверявший, что наложит вето на решение о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС, в голосовании не участвовал. Он покинул зал, когда лидеры Евросоюза голосовали за это решение. ЕС продемонстрировал, что способен преодолеть деструктивную позицию Орбана. ЕС показал, что все-таки есть бюрократические процессы, а есть экстравагантная дипломатия, которую непосредственно проявил господин Шольц и не только. Все остальные коллеги, которые объяснили господину Орбану, что это никоим образом не будет позитивом для Венгрии. Перед Украиной еще длительный путь. К украинским государственным институтам нужно согласовать с Евросоюзом ряд стандартов. После начала переговоров с ЕС, Киеву и Брюсселю придется сформировать переговорную рамку и утвердить ее планируют в марте. Следующим шагом будет гармонизация украинского законодательства с правом ЕС. За это отвечает система правовых документов Европейского Союза под названием АКИ Каминотер, которая насчитывает 35 глав. Впервые в истории наши эксперты были на специальных тренингах, обучениях, уже на уровне начала открытия этих глав. То есть не просто по аппроксимации, приближению к законодательству ЕС, а уже по конкретным техническим элементам. Переговорный процесс по вступлению в Евросоюз уникален для каждой страны кандидата. В среднем он длится около пяти лет. Многое зависит от темпов принятия соответствующего законодательства парламентом, а также от внедрения всех необходимых реформ. В октябре 2023 года президент Евросовета Шарль Мишель заявил, что Украина может присоединиться к Европейскому Союзу в 2030 году, если будут выполнены все необходимые условия. В то же время глава евродипломатии Жозеф Боррель назвал 2030 год политическим горизонтом. «Хорошо иметь цель, хорошо иметь горизонт. Это политический горизонт. Цель фиксированной даты. Для того, чтобы мобилизировать политическую энергию, чтобы начать двигаться. Это не значит, что это будет точной датой. Если у нас не будет горизонта, люди начнут думать. Хорошо, у нас есть время, но у нас нет времени». Жозеф Боррель – верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности из публикации Reuters. Эксперты уверены, в контексте присоединения к Европейскому Союзу ценен и сам путь, то есть те процессы и реформы, которые будет осуществлять Украина, чтобы стать полноценным членом ЕС. Юлия Биль для телеканала Freedom. Итак, господа, Украина на пути в ЕС. Не буду говорить, когда это случится, а что нас ожидает еще на пути. По 30 секунд, пожалуйста, каждый. Олег, с вас давайте. Евроинтеграция – это политический и бюрократический процесс. Очень важно, что долгое время политический процесс был в паузе, Европа не была готова. Сейчас мы двигаемся по обоим трекам, и там и там мы видим, что идут изменения и точки неосгорания. Украина – последний романтик Европы. Для нас ЕС – это не только рационально, но это и ценностный выбор определенный. Важно, что сейчас и Европа, Евросоюз и Украина взяли на себя взаимные обязательства, и евроинтеграция Украины сейчас – это уже общее дело, к которому готовится и Европейский Союз, и Украина. Спасибо. Борис. Да, я думаю, что, знаете, да, будут еще и сложности на самом деле. Но вот ситуация с Орбаном, она показала, что можно изящно, красиво и, в общем-то, и действенно ломать то, что мешает. А Украина давно заслужила, и в конце концов мы единственная страна, которая идет через войну и через большую кровь. И только даже из-за одного этого мы имеем право и должны быть там, где мы хотим быть. Политика – это искусство договариваться. Валентин. Ну, я лично всегда рассматривал евроинтеграцию Украины как фактор внутриполитических трансформаций. То есть для меня как раз важнее был путь, чем результат. Но в данном случае я хотел бы обратить внимание еще на слова Зеленского, которые были сказаны еще два года назад. Который сказал, что мы идем в Европу не как в поговорке, что в чужой монастырь со своим уставом не ходят. То есть я склонен думать, что это означает, что и сама Европа, Европейский Союз будет переживать связанные с вступлением Украины внутриполитические трансформации. Потому что Европейский Союз, несмотря на нашу некоторую идеализацию этой структуры, тем не менее также сталкивается со многими кризисами и вызовами. И я думаю, что именно это как раз сочетание, с одной стороны, взаимного стремления и взаимной необходимости использовать это взаимное стремление для достижения еще и индивидуальных целей. Игорь, проходим реформы и трансформации в Европе. Или и там тоже ожидать реформ? Ну понимаете, европейская интеграция это же не только вызов, это в том числе и возможность. И я тут согласен, что это возможность не только для Украины. Это возможность измениться Европейскому Союзу. И, кстати, сегодня Урсула фондерлянин про это сказала, что это для нас то, что мы должны были сделать на самом деле достаточно давно. У нас есть определенные проблемы, и мы в контексте евроинтеграции Украины сможем эти проблемы также решить. Ну а поскольку для украинцев этот цивилизационный выбор, он безальтернативен, и я уверен, что мы там будем достаточно быстро. По сравнению с некоторыми другими странами, которые десятилетиями туда интегрируются, у нас это получится гораздо быстрее. Ну что ж, спасибо огромное. Эту часть блока, этого спецэфира мы будем завершать. Но информационный марафон на телеканале Freedom, конечно же, продолжается. Оперативные новости, эксклюзивные видео, аналитические обзоры. Freedom в Телеграм, только проверенная информация. Обязательно подпишитесь. Будьте в курсе всех событий. Ссылка на наш Телеграм в описании. Субтитры сделал DimaTorzok